Приветствую всех друзья! Сегодня рассмотрим универсальный настольный токарно-винторезный станок 90-х годов. Мини Макси ТК 002. Детище Тумаш завода Россия. Предназначается для обработки стали и более мягких материалов, как дерево, пластик и алюминий. Имеет довольно необычную конструкцию, связанную с возможностью проведения как токарных, так и вертикально и горизонтально фрезерных работ. При этом станок может располагаться на столе горизонтально или вертикально. Также при необходимости, благодаря дополнительной оснастке, идущей в комплекте, можно проводить фугование и распиловку деревянных изделий. Станок состоит из трех основных частей, соединенные болтами. Собственно, это центральная часть, выполняющая роль станины, левый блок, в котором находится передняя бабка и гитара для выполнения винторезных работ, и правый блок, который по сути является корпусом довольно нестандартной задней бабки. Чугунная станина станка имеет прямоугольную форму. Вдоль середины станины проходят направляющие каретки, имеющие круглое сечение. Задний край станины выполняет роль упорной площадки суппорта. Под защитным кожухом в передней части станины скрывается винт продольной подачи, который используется также для автоподачи при нарезании резь. На правом конце винта, также под защитой кожуха, расположилась коническая зубчатая передача, которая обеспечивает передачу крутящего момента от маховика на винт. Поперечная подача имеет довольно большой ход, обеспечиваемый весьма массивным размером. Кроме этого, суппорт оснащен также и малой продольной подачей. Задняя бабка является именно той частью, которая делает данный станок неординарным, так как именно здесь применено весьма необычное конструктивное решение, а именно статичный корпус и двухсекционная телескопическая пиноль, которая с легкостью может доходить до трехкулачкового патрона станка. При этом на верхних поверхностях частей пиноли профрезерованы пазы, необходимые для фиксации. На корпусе передней бабки находится рычаг включения автоматической подачи. Изменение скорости вращения шпинделя осуществляется путем перекидывания ремня по ручьям шкива различного диаметра. Скорость автоматического вращения ходового винта перебирается при помощи шестеренок различного диаметра, идущих в комплекте. Момент вращения шпинделя, а также шаг нарезаемой резьбы можно подобрать, руководствуясь шильдиком на внутренней поверхности защитной крышки. Основной двигатель на 750 ватт, а также винт для натяжения ремня находится на задней части левого блока станка. Существует несколько версий станка 92 и 96 года выпуска, которые отличались расположением кнопок управления. На более новой версии, которая носит название 1ТК-002М, они находятся на передней поверхности корпуса задней бабки. Музыка 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 На этом у меня всё. Спасибо всем за внимание. Всем пока!